Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Татьяна Устинова. Ангел пролетел. В ординаторской нарядили ёлочку, искусственную и немного кособокую, залежавшуюся с прошлого года в коробке. Глеб, взгромоздившись на шатке пластмассовый стул, прицепил наконечник, грузно спрыгнул, и некоторое время все любовались необыкновенной красотой. За окном густо и бесшумно валил снег, главврач Шумаков прихлёбывал кофе и вздыхал, а больше никаких звуков не было слышно. Даже лифт не гудел. На ёлке вздрогнул и прозвенел колокольчик. «Ангел пролетел», — тихонько сказала Маша, и все как будто украдкой оглянулись по сторонам, не увидят ли пролетевшего ангела. Только Шумаков не оглянулся, продолжал пить свой кофе и разгадывать кроссворд. Ему было наплевать на всех ангелов в мире. Такая уж у него была натура. Не романтическая. А примерно в два часа дня в палате интенсивной терапии умер пациент. Примерно потому, что когда дежурный врач заглянул в палату, медсестры на месте не было, и больной уже не дышал какое-то время. Поднялась некоторая паника, впрочем, не слишком активная. Пациент был уже стар, и на благополучный послеоперационный исход никто особенно не надеялся. Прибежал сам Шумаков, который и делал операцию, и расстроился. Операция была проделана блестяще. Он очень старался, и когда все уладилось, как-то поверил в то, что и дальше все будет хорошо. А больной взял и умер. «Да что вы так расстроились?» То ли удивилась, то ли посочувствовала операционная сестра Нонна Васильевна, сворачивая провода и отцепляя датчики. «Он уже свое пожил, а вы все равно молодцом, Дмитрий Антонович». Вот это самое «все равно молодцом» окончательно вывело Шумакова из себя. Он саданул дверью, послал к такой-то матери санитарку, которой не повезло попасться ему по дороге, засел в ординаторской и закурил, чего никогда себе не позволял. В дверь заглядывали, но зайти никто не решался. Он выкурил три сигареты, методично бросая бычки в чутокружку с остывшим чаем. Они всплывали, и коричневые от чая болтались на поверхности. В раздражении схватил трубку непрерывно звонившего телефона и грохнул ее на стол рядом с аппаратом, швырнул на кушетку оставленный кем-то из дам в кресле пуховый платочек, от которого несло табаком и сладкими духами, и зарычал, когда дверь снова приоткрылась. «Дмитрий Антонович, вам чего?» «Там пришли к этому, к покойному. Вы выйдете или сказать, чтобы обождали?» Шумаков посопил носом, и медсестрица, от злости и тоски он позабыл ее имя, поглубже спряталась за дверь. «Почему меня так раздражает слово «платочек»?» мрачно осведомился он. Медсестрица в дверях сморщилась, понимая, что сейчас произойдет нечто страшное, и предотвратить или остановить это никак нельзя, словно надвигающийся поезд, и переспросила жалобно. «Что? Какое слово?» Напрасно она переспросила. Впрочем, даже если бы и не переспросила, изменить все равно ничего было бы нельзя. «А такое слово!» заорал Шумаков, будто только и ждал этой возможности. «Вот такое вот слово, черт бы вас взял! Платочек, мать вашу! Разбросали, как в будуаре! Это что, больница или бордель?» «Я не знаю», — пропищала медсестрица и заплакала за дверью. «Я не знаю, что вы такое говорите, Дмитрий Антонович!» «А вот об этом я говорю!» Он вскочил, двинул стол и опрокинул стул. Платочек валялся на кушетке, он сдернул его, скомкал и швырнул, но почему-то не в медсестрицу, а в сторону окна. «Развели тут, черт возьми, всякие дартуары! А что, больные мрут, нам наплевать, да? Куда дежурная сестра из реанимации подевалась? Ёлочку пошла наряжать! «Да не знаю я!» — провыла медсестрица. Она утирала щеки и украдкой посматривала в коридор, не идет ли кто на помощь. Никто не шел. Все знали, что главному нужно выпустить пар. Главный очень трепетно относился к своим больным. Он пришел в коммерческую медицину из института Склифосовского и сильно отличался от закормленных молодых врачей, которые точно знали, что работа — это просто работа. Вот зарплата, вот премия, вот выходные с праздниками, а вот материал, с которым надо работать. Ну и какая разница, что материал этот — люди. Люди — тоже материал. «Сестры на месте нет, по кушеткам у нас платочки валяются, а родственникам о смерти я должен сообщать, да?» «Дмитрий Антонович...» «Да идите вы! Срочно ко мне дежурного врача и эту дуру, которая из реанимации ушла. А родственникам скажите, чтоб ждали меня». «Может, Глеб Евгеньевич скажет?» Медсестрица работала не первый день, и, несмотря на свое безутешное горе из-за несправедливости главного, интересы свои все-таки соблюдала. Главный поорет, успокоится, но запомнит, что она о нем в трудную минуту заботу проявила, предложила Глеба на амбразуру послать. «Не надо ничего! И... идите вы отсюда уже!» Платочек валялся на полу, отравлял ему жизнь. Он знал, вскоре ему станет очень стыдно, что он так орал. Просто нестерпимо стыдно и придется как-то извиняться перед медсестрицей, имени которой он так и не вспомнил, и уговаривать совесть и унимать годливость по отношению к себе самому. Он снова закурил, свирепо косясь на платочек, потом встал, поднял его и швырнул на кушетку. Ему казалось, что руки у него тоже воняют сладкими духами. Узнал бы чей, убил бы. При мысли о смерти его опять всего перекосило. Он двинул кресло, задел ножку стола, стол дрогнул, на нем закачалась искусственная елочка в горшке, украшенная тем, что он мысленно называл фунтиками, крохотными, затянутыми в фольгу коробочками, как бы для подарков. Шумаков замер. Елочка покачалась, покачалась, повалилась и задела кружку, в которой он швырял окурки. Перехватить ее он не успел. Кружка медленно, как бы нехотя, наклонилась. Шумакову даже показалось, что на миг замерла в таком положении. Он зажмурился и с грохотом упало. Чай, смешанный с окурками, выплеснулся на стол, залил истории болезней, журнал и клавиатуру компьютера. Шумаков кинулся спасать истории. Спас. Сорвал с крючка полотенце и стал судорожно промокать воду. Собрал в горстку окурки и ногой нащупал под столом педальку мусорки с откидной крышкой. Он кинул окурки, мельком глянул внутрь, и крышка захлопнулась. Что-то там внутри мусорного ведра показалось Шумакову подозрительным, и он снова нащупал ногой педальку. Крышка послушно поднялась, как будто пасть распахнулась. Три мокрых скрюченных окурка лежали сверху на полупустом медицинском пакете. Обыкновенный пакет, в котором бывают препараты для капельниц, прозрачный полиэтилен, черные буквы. Главврач Шумаков сдвинул прямые темные брови, отчего сделался похож на филина, подумал секунду, нагнулся и вытащил пакет. Окурки один за другим тихо попадали в мусорку. Шумаков изучил пакет и даже вытер его ладонью. Именно этот пакет с визораствором поставили больному, который умер примерно в два часа. Он знал это совершенно точно, потому что буквы внизу были как будто чуть-чуть смазаны, словно печатная медицинская машина пошла немного в кривь. Он его и принес дежурному врачу. И тогда же заметил смазанные буквы. Что-то не так. Что-то явно не так. Шумаков еще раз посмотрел на буквы, сунул пакет в карман и вышел из ординаторской. Небольшая компания, стоявшая в конце коридора, две сестрички и три молодых коммерческих дарования, завидев его, засуетилась и, как мираж, растворилась в коридорной тишине и сиянии люминесцентных ламп. Никому не хотелось встречаться с главным. В отдалении хлопнула дверь за последним из рассосавшихся. Боком Шумаков ощущал некое холодное движение, словно в кармане что-то переливалось. Там переливался медицинский пакет, наполовину наполненный жидкостью. Хотел бы он знать, что именно поставили больному вместо безобидного физраствора. Он распахнул дверь в оперблок и заглянул по очереди в одну и во вторую операционную. В первой никого не было, а во второй кто-то пел чудесную песню. «Маленькой елочке», — пел кто-то в операционной, — «холодно зимой, из лесу елочку взяли мы домой». Новый год не просто подступал все ближе и ближе. Он обложил со всех сторон людей, учреждения, кафешки, троллейбусы, автобусные остановки и дома. Кругом были поразвешены лампочки, веночки и гирляндочки, расставленные елочки и фигуры в шубах. Шумаков думал про фигуры, что это снегурка со снегурком. Он не любил Рождество и Новый год тоже не любил. «Нон, Васильевна!» — позвал он, и его голос эхом отозвался в кафельном пространстве оперблока. «Вы где?» Куплеты про маленькую елочку смолкли, и из двери во вторую операционную выглянула санитарка Люся. «А, Дмитрий Антонович, вам чего?» «Мне чего?» — поразился Шумаков. «А в смысле, вам чего угодно?» Люся была санитаркой старой закалки. В старину санитарок специальным образом закаляли так, чтобы они ненавидели всех больных, врачей, медсестер и свою работу. Для того, чтобы закрепить это ценное для санитарок состояние, им мало платили. А работу поручали тяжелую и неблагодарную. С тех самых пор так и повелось. Раз санитарка, значит старой закалки. Люся на самом деле была добрейшей души женщина, очень исполнительная и трудолюбивая. Шумаков ее ценил, даже специально выписал из Клифа, когда ударился в капиталистическое производство, то есть в коммерческую медицину. Люся долго сомневалась уходить или оставаться, но с уходом Шумакова на прежнем месте работы стало совсем худо. И она решилась. Зарплата на новом месте у нее выходила раз в пять больше, а работы было раз в тридцать меньше. Да премии, да вежливое окружение, да еще чистенькие, богатенькие больные, и их душевные родственники. И никаких ножевых и пулевых ранений, и никаких топоров в спине, и никакой рвоты и кровищи на сверкающем полу. Но Люся все же иногда вздыхала и печалилась. Из института Склифосовского, где все заняты спасением человечества, почти никто и никогда не уходил в коммерческую медицину. Шумаков тоже временами вздыхал и печалился, но по секрету от Люси. Так чего вам угодно-то, Дмитрий Антонович? Где Нона Васильевна? Да кто ж ее знает? Он передразнил. Кто знает? Люся удивилась. Так я не знаю. Я оттуда прибираюсь маленько. Шумаков зашел. Умерший его пациент был накрыт с головой белой простыней. — А что, Дмитрий Антонович? — спрашивал он перед операцией и потирал сухие старческие руки, бодрился. — Сыграем мы с вами в шахматишки после наркоза, или уж тогда у вас на меня времени не останется. Никакой капельницы рядом с трупом не было. То есть вообще никакой. Шумаков стиснул кулак. Зря он вспомнил про шахматишки. — Люся, ты капельницу убрала уже? Санитарка разогнула спину и подперла рукой бок. Вид у нее стал задумчивый. — А капельницу-то? Так не видала я прием капельницы. Не знаю, где она. А ведь должна быть-то, а, Дмитрий Антонович? То, что капельница должна быть, Шумаков и сам знал без Люси. Они оба оглянулись. Шумаков налево, а Люся, опершись на швабру так, что щеку стянуло в сторону и вверх, направо. Капельницы не было. Сердце у него похолодело. Он, врач, знавший о человеческой анатомии, все физически ощутил, что с левой стороны стало значительно холоднее, чем с правой. — Кто мог капельницу убрать? — Да кто ж знает, Дмитрий Антонович. Ноночка может или Глеб Евгеньевич, или Марья Петровна, или Сергей, а может и Виктор Васильевич? Вряд ли кто-то из врачей или сестер унес капельницу с собой в кармане и быстро подумал Шумаков. — Ух, вряд ли. Следовало что-то сделать, а что именно, он решительно не знал. О таких вещах он читал в детективах или видел в кино, когда по вечерам мирно засыпал под какой-нибудь сериальчик. Мало того, что рядом с больным никого не было, так еще и капельница пропала. И медицинский пакет с физраствором он нашел в мусорном ведре в ординаторской. Часу-часу не легче. Всей своей железобетонной докторской сущностью Шумаков сопротивлялся мысли, что пациента могли... — Могли. Он даже додумать до конца никак не мог. Он сунул руку в карман хирургической робы, нащупал там пакет с жидкостью и заставил себя додумать. Его пациента не могли убить. — Это ерунда какая-то. Или могли, и это не ерунда. — Что это вы говорите, Дмитрий Антонович? Он задумчиво посмотрел на санитарку и вышел. Милицию вызывать. ФСБ, ЦРУ, АГПУ, МВД и Центр-разбирком. Он вышел неправильно. Ему нужно было во внутренний коридор, а он попал в Центральный, где на полу, как и положено коммерческому и процветающему учреждению, лежали ковровые дорожки, стояли дивной красоты фикусы и горели яркие лампы. На диване из кожзаменителя сидела молодая дамочка, стискивая на коленях крохотную красную сумочку, а рядом с ней высился незамысловатый молодой человек в пальто до полу. Шумаков выскочил прямо на них и замер. Они тоже воззрелись на него. Отступать было некуда. В кармане трепыхнулся медицинский пакетик. На елке, стоявшей в углу, звякнул колокольчик. Ангел пролетел, подумал Шумаков. Кажется, так говорят, когда колокольчик звякает. Доктор, здравствуйте! Энергично начал молодой человек, вынимая руки из карманов и несколько театрально касаясь дамочкиного плеча. Ну, как наши дела? Шумаков постоял в отдалении, потом подошел к ним. Орн шел мимо поста, и Галя, которая дежурила сегодня, даже голову от бумаг не подняла. «Они не могут, — подумал Шумаков про весь мир. — Они не могут. Только я один могу». Он шел прямо на них и не знал, что будет делать, когда дойдет. Сколько раз это было! Сколько раз он говорил себе, что больше ни за что и никогда. Сколько раз все начиналось сначала. Он подошел и остановился. «Что, наш дорогой Петр Елизарьевич, мы можем рассчитывать, что Новый год будем встречать всей семьей?» Дамочка посмотрела Шумакову в лицо и спросила совершенно спокойно. «Дед умер?» Шумаков кивнул. «Сегодня?» Он опять кивнул. «Около двух», — не спросила, а констатировала она. «Я поняла». Молодой человек зажал в зубах какой-то очередной бодрый вопрос и уставился на дамочку. «Катя...» Пробромоталон, так и не проживав как следует вопрос. «Что ты... Что такое... А вы... Что вы такое говорите? Утром нам сказали, что все в порядке». А в два часа он умер. «Жестко, жестче, чем нужно», — сказал Шумаков и глянул на Катю. «Что именно она поняла? И как?» «Наш дорогой... Он не мог... Да я на вас в суд! Да нам по телефону...» «Замолчи», — приказала Катя. Она вдруг сделалась очень бледна и потянулась с шеи шарф, как будто он душил ее. «Да как вы можете, да? Это же внучка... Вы не знаете, с кем связались!» «Замолчи», — повторила Катя строго. «Мы...» «Я...» «Могу пойти к нему?» «Ты не должна», — моментально отозвался молодой человек. «Это же больница, а не зал прощаний». Потому что ее спутник верещал так активно, и еще потому, что Катя была все так же бледна, и он чувствовал ее нервозность, так словно попал в электрическое поле, Шумаков решился. «Да, можете. Я проведу вас. Только придется раздеться и обуть бахилы». «Благодарю вас», — светским тоннам изрекла Катя, как будто он пригласил ее на мазурку. «А вы кто?» вдруг спросил у нее Шумаков. «Можно узнать для начала?» «Вы что? Вы отдаете себе отчет? С кем? Говорите!» «Меня зовут Екатерина. Я внучка Петра Елизарыча. Вы разговаривали с моей мамой, Ириной Петровной». «Да», — согласился Шумаков. Ирину Петровну я помню. Молодой человек фыркал безостановочно, фыркал и закатывал глаза. Шумаков понимал, почему он фыркает и закатывает. Екатерина Рождественна была наимоднейшей телевизионной ведущей. Ее мать Ирина наимоднейшим дизайнером, а покойный дедушка писателем, хоть и не самым модным, но получившим однажды Нобелевскую премию по литературе. Он, хирург Шумаков, угробил Нобелевского лауреата. Только и всего. Он приказал принести бахилы и смотрел, как телевизионная звезда натягивает их на туфли. Она была в туфлях среди зимы. Туфли были не очень чистыми, видна, вышла из машины и попала в снег. Зато лакированные башмаки молодого человека сверкали. За это сверкание Шумаков возненавидел его еще больше. Звезда отдала Гали, вынырнувший из своего закутка пальто и сумочку, и пошла за Шумаковым, очень старательно глядя прямо перед собой. Они прошли через несколько дверей, повернули и оказались в оперблоке. «Подожди здесь!» приказала Катя своему спутнику, когда Шумаков открыл дверь. «Не ходи за мной!» Он начал было возмущаться, но, как показалось главврачу, с облегчением остался в коридоре. Шумаков пропустил ее вперед, подвел к каталке и вышел в другую дверь. Не было никакого смысла торчать рядом с ней, и неловко ему было, и маятно, и... совесть его мучила. Она вышла довольно скоро, минут через семь. Он только прикурил вторую сигарету. Он курил в коридорное окно, вздыхал и мучился. «Дайте мне сигарету. У меня только Честер». Она наконец на него взглянула, и он вдруг понял, какое у нее горе. Самое настоящее горе. «Мы все знали, что рано или поздно это случится», сказала она негромко и выдохнула дым в окно. «Но все равно надеялись, что дед будет жить вечно. Как это он так нас подвел? И что, сердце? сердце, согласился Шумаков, ненавидя себя. И возраст. Она согласно кивнула. Она же не знала, что в смерти ее деда виноват именно он, Шумаков. А вы его любили? «Он меня вырастил», ответила она просто. «А почему вы спрашиваете? А этот урод в коридоре он кто? Ваш муж? Ему даже в голову не пришло, что так спрашивать неприлично, что урод и впрямь может оказаться мужем, да еще горячо любимым, да еще чудесным во всех отношениях человеком. Врачи бестактные и циничные. Кажется, именно так принято думать». Катя рождественно усмехнулась. «Он мой жених», пояснила она, «очень перспективный во всех отношениях». «Угу, оно видно», пробормотал Шумаков. Она больше ничего не сказала. Они в молчании докурили, и Шумаков закрыл окно. «Я вас провожу». Она кивнула. Ее самообладание ему нравилось. Она облегчила ему самую трудную часть работы. Шумаков проводил их до охраны и постоял, глядя, как они идут за стеклами. Она взяла спутника под руки, и они о чем-то говорили, о своем и неслышном. Он не имел к ним никакого отношения. И все уже имел. Потому что знал то, чего они не знали. Потому что в кармане у него лежал медицинский пакет. Охранник Коля сказал с удовольствием. «Я ее только что по телеку видел. Она программу ведет эту, как ее, свобода выбора, про политику всякую и про знаменитости. Красивая тетка, да, Дмитрий Антонович? И маленькая такая. В телеке она высоченная, а на самом деле... Ты не заметил, никто из наших не выходил сегодня с утра? задумчиво спросил Шумаков. Зачем? Ну, так просто. Охранник пожал плечами. Да все выходят, Дмитрий Антонович? Да не все. Я никогда не выхожу, когда дежурю. Это верно. Ну, выходил или нет? Ну, Глеб Евгеньевич выходил, Нон Васильевна выходила, Мария Петровна выбегала. Она вернулась быстро, Нонна долго была, ее водитель привез. Куда-то за подарками они ездили, что ли. Шумаков думал, кто так поменял больному препарат. Физраствор оказался в мусорке, значит, поставили другой препарат, от которого остановилось сердце. Это ужасная мысль, но единственно возможное. Сердце было изношенным и старым. Особенного ничего не нужно, простимулировал как следует, и оно не выдержит. Встанет. Оно не выдержало. И встало. Капельница исчезла. Глеб, Нонна Васильевна, которая ушла сегодня с поста, оставив больного помирать в одиночестве, и Маша, Мария Петровна. Кажется, она сегодня дежурит. Или Витька дежурит. Виктор Васильевич, потирая ладонью щеку, он думал, кто и зачем мог желать смерти его больному, кто и зачем мог его убить. Глеб, мелькнув, в конце коридора, и Шумаков его окликнул. Да не виноват никто, издали начал Глеб, подходя. И ты не виноват, ты же операцию сделал, как Бог, в Одессе. Иногда он выражался странно. Ноны почему в оперблоке не было? У нее спроси, сказал Глеб, подойдя. Мало ли куда отлучилось, она же к стулу не привязана. Она медицинская сестра. А я клятву Гиппократа давал, сообщил Глеб. И ты давал, и что из этого? Капельницу из второй операционной ты забрал. Глеб помолчал. Дим, проникновенно начал он после паузы, на кой ляд мне сдалась капельница из второй операционной. Из первой тоже не нужна. А что, пропала? Шумаков кивнул. Расследование не клеилось. И как это в кино все получается так складно и ловко, и хочется самому непременно что-нибудь расследовать, и кажется, что ты умнее всех. Ты куда сегодня ездил? Ты чего, Дмитрий Антонович? Я понимаю, пациент у тебя того, но ты отчет-то отдавай себе. Я отдаю себе отчет. Куда ты ездил, я тебя спрашиваю? — Шурки, подарок покупал, сообщил Глеб мрачно. Или нельзя в рабочее время? — Можно, морщисть, сказал Шумаков. Все можно. Он обошел Глеба и ушел в сторону ординаторской. Глеб смотрел ему вслед. Никаких подарков в шкафчике у Глеба не оказалось. Ни пакетов, ни свертков в красно-зеленых рождественских бантах. Зря он наврал так топорно. Проверить ничего не стоит. Машины у Глеба не было, а в раздевалке у них шкафчики, как в детском саду. Ни замков, ни дверок. Все вокруг колхозное, все вокруг мое. Шумаков, оглядываясь, как крыса на помойке, рылся в чужих вещах. Нет, гораздо хуже, чем в чужих. Он рылся в вещах людей, с которыми работал долгие годы, которым доверял и которых любил. На самом деле любил. И подозревал всех скопом. Глеб наврал ему. Он не покупал никаких подарков. Но на Васильевне в пакете обнаружилась пластмассовая елочка со звездой, источавшая конфетные запахи. Детский новогодний сюрприз. Внуку прихватило, что ли? Внук у нее родился месяц назад. Зачем ему конфеты? У Маши тоже обнаружилась пластмассовая елочка, а у Маши никаких детей вовсе не было. В другой раз Шумакову были бы забавные эти елочки. А нынче он только больше ожесточился. Его вдруг задело, что и Маша, и Нонна эти подарки украли. Их еще даже не начали раздавать. Он знает совершенно точно. Их еще не начали раздавать, а они уже по своим шкафам растащили. И самое главное цена им, грош. А зарабатывают все хорошо и все равно, все равно таскают. За дверью в коридоре кто-то громко запел про елочку. И Шумаков замер в раздевалке, оскалившись, как та самая крыса. Он должен найти ответ на все вопросы. Он не сможет работать, если не найдет. Песня про елочку приближалась. Шумаков метнулся к своему шкафчику, выудил из кармана куртки новую пачку сигарет, подкладка вывернулась, затрещала, пошел к двери и в коридоре столкнулся с Машей. Это она пела про елочку, которой холодно зимой. «Что это вы, Дмитрий Антонович?» спросила Маша, перестав исполнять песню. «Уже вторую пачку начинаете». У нее было прекрасное настроение. «Маш, ты зачем сегодня из здания уходила?» «Что такое, Дмитрий Антонович?» «Ты сегодня уходила с работы?» Она потупилась. «Ну и что?» «Да ничего, зачем ты уходила? Или отпрашиваться теперь не модно?» «Да ведь я на пять минут всего, и вы всегда отпускаете?» «Маша!» «Я булку выходила купить, кофе. В буфете не было ничего, вот я и выходила». У него немного отлегло от сердца. «Булка» в этом слое было что-то такое обнадеживающее и успокоительное, и домашнее, и милое, как и в самой Маша. «А кто капельницу забрал второй операционной?» «Да Лебедев забрал, я видела». Этого Шумаков не ожидал. «Ты видела?» «Ну да, он по коридору ее катил, а что?» «Во сколько это было?» Маша посмотрела на него с сожалением, как будто на тяжелобольного, у которого нет никаких надежд на выздоровление. «Я не запомнила, Дмитрий Антонович, но уж, конечно, после того, как, ну, больной уже к тому времени умер, понимаете?» «Понимаю», согласился Шумаков. «А почему вы об этом спрашиваете, а?» поинтересовалась Маша с любопытством. «Что-то случилось?» «Капельница пропала», брукнул Шумаков. «А спросить неского. Из дисциплины у нас беда. Все шастают куда хотят. Надо собрание провести». «Давайте только после Нового Года, а?» попросила Маша жалобно и улыбнулась. «Ну, пожалуйста! Какая дисциплина, когда Новый Год на носу!» Шумаков махнул рукой, сунул в карман сигареты, наткнулся пальцами на медицинский пакет и снова помрачнел. Он уже скрылся за поворотом коридора, когда Маша проворно достала телефон и нажала одну единственную кнопку. Сергей Лебедев был в ординаторской, качал ногой и смотрел теннис. Он был большой аристократ, любил теннис и Формулу-1. «Куда ты капельницу дел?» «Какую капельницу, Дмитрий Анатольевич?» «Из второй операционной капельницу». «А, больной поставил, которая в третьей палате лежит, толстая такая, как ее Чуркина Тамара Григорьевна, вот как!» «Зачем ты из операционной капельницу взял?» Лебедев перестал качать ногой и насупился. «В третьей палате своей нет, что ли?» «Да есть!» «Тогда зачем?» «У нее держатель отвалился, пакет не держится, вот я и взял из операционной. А что такое-то, нельзя, что ли?» «Нельзя!» заорал Шумаков. «Нельзя!» «Ты чего, первый день на работе? Кто это из операционных капельницы хватает?» «Да я один раз только...» «Вообще говоря, это было очень похоже на Сергея Лебедева. Если ему чего-то не хватало, он немедленно утаскивал это у соседей, на которых ему было решительно наплевать. Сергей как раз никогда не работал в институте Склифосовского. «А что там стояло в этой капельнице, когда ты ее упер?» «Ничего там не стояло!» «Как ничего?» Лебедев пожал плечами и одним глазом глянул в телевизор. «Там разыгрывали матч-пол. Как же пропустить-то?» «Ничего не было, Дмитрий Антонович. Точно тебе говорю. Я и сам удивился. Наверное, Нона все сняла. Еще до меня. Да ты не переживай, что он помер, дедок этот. мы все знаем, да? Ты молодец, так красиво, как ты, все равно бы никто не сделал». Шумаков стеснул кулак, но удержался и ничем в Сережу Лебедева не кинул. «Хочешь конфетку?» Машка конфетки в вазу насыпала, а я ей говорю, убрала бы ты их от меня подальше, а то все сожру. А она мне говорит, «Хорошо тебе, а я на диете уже неделю. Одни яблоки ем, мне ночью говорит, шоколадка снится размером с дом». А я ей говорю, «Ну что ты себя так изводишь? Ты вполне стройная и красивая девушка, мужики тебя и так любят». А она мне отвечает, «На диете». Она только что сказала, что выходила булку купить, потому что в буфете ничего не было. А если что, тебя Эдик Шахерман так красиво прооперирует, что будешь ты стройной и прекрасной как...» Выходит, Маша тоже наврала. Глеб не ездил за подарком, потому что его нет в шкафчике. Маша не покупала булку, потому что она на диете. Кто еще из близких и родных врет ему? Не дослушав Сережины излияния про Эдуарда Шахермана, светилу пластической хирургии, на которого все, без исключения молодые врачи хотели быть похожими, Шумаков вышел из ординаторской. Он чувствовал себя гончей, которая плохо работает поле. Первым делом он завернул в третью палату. Толстая Тамара Григорьевна Чуркина мирно почитывала романчик, а из капельницы ей в вену мирно капало какое-то обезболивающее. Завидев Шумакова, она заулыбалась и задрала на лоб очки. Шумаков тоже улыбнулся, сделал вид, что проверил ее капельницу и внимательно осмотрел ту, что была задвинута в угол. Держатель на ней на самом деле оказался сломан. Выходит, не врал Сергей Лебедев, сердцеед и Бон Виан. Лучше бы врал, он врал, а Глеб говорил правду. Но Васильевну Шумаков нашел в переходе между аперблоком и палатами. Она отчитывала Люсю, санитарку, как известно, старой закалки. «Нона, почему ты ушла от больного?» Услав Люсю спросил Шумаков. «Ты ушла и он помер, черт побери!» «Димочка, он бы и так помер», сказала Нона жалобно. «Ну, ты же знаешь, он был совсем старенький, мы ему даже хотели в операции отказать. Анестезиолог хотел же, помнишь? А его уговорили, и операцию ты сделал, как всегда. Ну, что ты, Шумаков, ну, это же правда!» Она смотрела на него лукавыми глазами, вроде бы печалилась, а может и смеялась. У него были лукавые глаза, светлые волосы, пышная грудь, на которой не сходилась ни одна роба, и прокуренный низкий голос. Еще у нее недавно завелся внук, и она его обожала. С Ноной он тоже работал целую вечность, как и с Люсей, и представить себе не мог, что она может хладнокровно убить его больного. Впрочем, что мы знаем о наших ближних? Кто капельницу ему менял? Никто не менял, Дим. Ты назначил, я поставил, и все. Больше не подходил никто. Глаза у нее перестали смеяться и стали сосредоточенными, и, кажется, даже потемнели. Она умела так серьезней. Глазами. А как можно? Откуда ты знаешь, что никто не менял, если тебя на месте не было? Кому в голову взбредет у твоего больного капельницу менять? Ты же сам назначил. Тому, кто собирался его убить, подумал Шумаков мрачно, тому, кто его убил. он не мог признаться, но не в том, что безобидный препарат, который он назначил, он сам и нашел в мусорном ведерке в ординаторской. Я подарки получала, сказала сестра осторожно. Я каждый год получаю, ты же знаешь. Я и в этот раз получила. Себе взяла и Машке дала, она конфеты шоколадные обожает. Сейчас на диете, а потом сказал съезд на праздник. Глебу Шурке отдала. А где ты ее видела? Шурку та. Она заезжала, а что? Ты ей только подарок отдала? Но она пожала плечами. Роба на ее груди поднялась и пошла с кладками. Я подарок, а Глеб пакет отдал какой-то. Сказал, чтобы не смотрел, и там подарки. А что такое, Дмитрий? Значит, Глеб все-таки покупал подарок. Все-таки покупал. Все в порядке. Он покупал Шурке подарок. Он так и в чем Шумаков его подозревал. Но на, а еще, проскулил он жалобно, еще что-нибудь ты видела или слышала? Что-нибудь странное или подозрительное, а? Дмитрий, что случилось? Он помолчал. Не знаю, она пожала плечами. Понятия не имею и не пойму, чего ты хочешь от меня. Про то, что в капельнице поменяли пакет, Шумаков не мог, но не сказать. И еще ему очень было жаль телевизионную звезду Катю Рождествену, которая жила с дедом и, кажется, очень его любила. При мысли о Кате он моментально вспомнил ее урода, кашемировым пальто и окончательно из-за этого расстроился. Почему самые лучшие, самые красивые, самые нежные женщины всегда достаются уродам в кашемировых пальто? Оставив недоумевающую нону в коридоре, он вернулся в ординаторскую, согнал Лебедева с кресла и открыл в компьютере данные на поступившего две недели назад Петра Елизаветовича Рождествена. Ему нужен был телефон. Телефон он нашел. Он работал у Склифосовского и никогда не позволял себе дамских штучек, вроде нервности излишней или институтской робости, поэтому он позвонил. Оскорбленный Лебедев выключил телевизор, повернулся спиной, сложил на груди руки по-наполеоновски и уставился в метель. Ухо Шумакову ввинчивались длинные гудки. Бип-бип-бип Сергей сопел. На елке вздрогнул и прозвенел колокольчик и в этот момент трубку сняли. Да, это Шумаков, сказал он быстро. Могу я поговорить с Екатериной Рождественной? Здравствуйте, вы говорили в трубке. Впрочем, мы сегодня уже виделись. Вы что-то хотите мне сказать? Я хочу поговорить о вашем дедушке. Он специально говорил быстро, чтобы не было возможности отступить. Боюсь, мне нужно сказать вам, что... Что? Приезжайте, предложил он. Приезжайте, и мы поговорим. Она подумала какое-то время. Хорошо, но не в больнице, если можно. Мне в больнице плохо делается. Я подъеду, а вы выходите. У меня черная Хонда, джип. Я найду вас. Тут друг Шумаков понял, что волнуется, как будто она назначает ему свидание. Через полчаса я подъеду. Как он станет говорить, что деда убили? Как? Какие найдет для этого слова? Он подошел к Сереже и из-за его плеча глянул в сад. Снег все летел и летел, и не было ему ни конца, ни края. Одинокий пес сидел под фонарем и мотал головой, стряхивал снег. Вот ты и я такой, подумал Шумаков жалобно. Сижу под фонарем, и снег на меня сыплется, и никому я не нужен. И есть мне охота, и никто не берет меня к себе, потому что у всех уже давно есть прекрасные принцы в кашемировых пальто. Хонда у нее джип и шты. Мысли были дикие, но от них главврат чуть не заплакал, за что очень себя осудил. Сергей Лебедев молчал и сопер. В коридоре произошел какой-то шум, голоса вплотную приблизились, дверь распахнулась и ввалилась небольшая толпа. Все его сотрудники, которых он любил, и которым доверял. Один из них прикончил беззащитного послеоперационного деда. И нагревшееся доказательство этому отвратительно оттягивало карман его хирургической робы. Лебедев оглянулся, заулыбался и перестал изображать Наполеона. Вся толпа осталась у дверей. Впереди Нонна с пакетом и бутылкой, за ней Маша, дальше высоченный Глеб, Плюся, старые закалки, Виктор Васильевич, до которого Шумаков еще не добрался со своими вопросами. Дмитрий Антонович, начала Нонна, хоть до Нового года еще две недели с лишним. «Мы решили тебя поздравить, а то ты странный у нас какой-то, как воду опущенный. Мы решили... Стоп!» сказал Шумаков. Скулы у него покраснели, и шеи стало жарко. «Объясните мне, вы все объясните, как вот в это мусорное ведро попал этот пакет?» И он выхватил из кармана медицинский пакет и шлепнул его на стол. Пакет издал отвратительный звук. «Именно этот пакет я поставил больному Рождествену. Кто его выбросил и зачем? Что вместо него капали больному?» В ординаторской сделалось тихо, как в гробу. Шумакову всегда казалось, что самое ужасное в гробу это тишина и темнота. «Ну!» «Дмитрий Антонович!» Внутри этой тишины выговорила Маша Марья Петровна. «Это я выбросила. Я знаю, что это не по правилам, но это я». Опять стало очень тихо, только звякнул колокольчик на елке. Ангел пролетел. Почему-то подумал, Шумаков, а вслух сказал, и не сказала, загремел даже. «Ты? Зачем ты с капельницы пакет сняла?» «Так больной же умер?» «Я и сняла. Мне Лебедев сказал, что капельницу заберет, потому что в третьей палате держалка отвалилась, и я ему эту освободила, а пакет здесь выбросила, потому что...» «Ну!» «Не кричи, Дмитрий», распорядилась Нана Васильевна. «Муж ей позвонил. Она с пакетом прямо сюда и прибежала к телефону. Он в полярной авиации служит, и вернуться должен был только в феврале, а он прилетел, сюрприз сделал. Вот она к нему и помчалась, как полоумная, вернулась и всем конфеты свои праздавала из подарка на радостях». Шумаков шумно выдохнул. «А мне почему не сказала? Наврала, что за булкой ходила?» «Да вы же всегда громче всех кричите, что на работе, никаких личных дел». Пробормотала Маша и всхрипнула. «Да, как тебе скажешь, когда ты у нас гроза?» поддержал Глеб. «Я тебя сам боюсь. К Шуркину свидание чуть не в окно влезу, черт. На тебя попадешь, мало не покажется». Шумакову стало еще хуже, чем было. «Значит, ты сняла пакет, когда он уже умер, и никакой другой не ставила». Маша посмотрела на него сочувственно и с некоторым подозрением, как на ненормального. «А зачем ему ставить, если он умер уже?» Все разом зашевелили, словно выдохнули, и опять замерли. Но она держала перед собой бутылку с шампанским, как бронспойд. «Давайте дернем по глотку», предложил Глеб, вышел из-за Нониной спины и шлепнул на стол рядом со злополучным пакетом полбатона толстой вареной колбасы в целлофановой обертке. «Пусть у нас до праздников больше никто не помрет». «Он умер, просто потому, что умер», — ухо ухо Шумакова сказала Нону Васильевна и поставила наконец свою бутылку. «Не переживай ты так, Дмитрий». Когда он скатился с крыльца, черная Хонда уже стояла неподалеку. Снег сыпался, падал на капот и медленно таял. Катя рождественно сидела на корточках рядом с передним колесом и гладила по голове давешнего пса. Пес был здоровый, худой, со свалявшейся как будто лишайной шерстью. Шумаков поскользнулся на ступеньке, чуть не упал, она подняла голову и посмотрела на него. «Он пришел поздороваться», сказала она про пса, «про жизнь рассказать». «Рассказал», спросил Шумаков глупо. Она кивнула. Ее замшевая перчатка с тонкой золотой цепочкой на запястье была в мокрой собачьей шерсти. Ветер налетел приналег, пес зажмурился и отвернулся. Катя поднялась и посмотрела на Шумакова. «Вы хотели меня видеть? Что-то случилось?» «Ничего не случилось», выпалил Шумаков, ужасаясь тому, что говорит. «Просто я хотел сказать вам, что ваш дед был чудесный человек, изумительный». Катя погладила подсунувшуюся собачью башку. «Это точно», сказала она задумчиво. «Вы только за этим меня позвали». Шумаков кивнул. «В жизни не попадал в такие идиотские положения». Пес переступил передними лапами. Совсем замерз, наверное. «Поехали?» подруг спросила Катя рождественной телевизионной ведущей. «Вы мне поможете его вымыть? На маму никакой надежды». «И живет она далеко». «Кого вымыть?» «Не понял Шумаков». «Его?» И она кивнула на пса. «Смотрите, какой грязный. Как же он будет в квартире жить?» «Вы хотите...» «Его зовут Гриша», торопливо перебила Катя. «По-моему, именно так его и зовут. Как вы думаете?» Шумаков посмотрел на пса. Пес посмотрел на него и вильнул хвостом со слабой надеждой. «Пожалуй», согласился Шумаков. «Пожалуй, Гриша». «Ну уж точно не Вася», заключила Катя и открыла дверь в салон своего джипа. «Садитесь». Под самый Новый год метель опять разгулялась. И радостно было думать, что праздник уже наступил и можно никуда не спешить и валяться хоть до завтрашнего вечера. И на дежурство Шумакову только третьего числа. Вот когда. На елке вздрогнул и тоненько прозвенел колокольчик. Ангел пролетел. «Ты в них веришь?» «А ты нет?» Он пожал плечами. «Я не знаю». «Почему?» «Не знаю, и все тут. Я же врач и некрещеный даже. Мать в церковь входит, ставит свечку со меня, а я так, Фомане верующий». «А я верю, Ангелф», помолчав, сказала она с убежденностью, которая его насмешила. «Особенно на Рождество. Знаешь, я как-то чувствую, что они где-то близко». Он завозился, свесился с дивана и стал шарить по полу. «На ковре должны валяться джинсы, а в них должны быть сигареты. Ему очень хотелось курить, а вставать не хотелось». Он шарил, и под руку ничего не попадалось. А потом попалась холодная, мокрая и мохнатая. «Фу!» сказал он мокрому мохнатому. «Фу! На место!» Горячий и влажный язык немедленно облизал ему физиономию. Пес радостно задышал прямо в лицо и Шумаков быстрым коротким движением погладил лобастую башку, а потом оттолкнул. Ему не хотелось, чтобы Катя видела, как он гладит. Он боялся казаться сентиментальным. Погладив, он подтянулся и вернул себя на диван. Она деликатно зевнула и спросила «В чего ты там копался?» «Сигареты искал». «Нашел?» Он помотал головой, уверенной рукой взял ее за шею и притянул к себе. Она прилегла и задышала, когда ведь пес Гриша. Вот только облизывать его не стала, а наоборот вывернулась из-под руки и спросила «Принести тебе сигареты?» «Да ладно». «Да не ладно, ты же хотел». «Ну хотел, но это же не значит, что ты должна за ним бегать». «Почему?» Она выпростала ноги из-под одеяла, выражая немедленную готовность бежать куда угодно для него, просто потому, что ему чего-то захотелось. Сигарет, к примеру. Он поймал ее руку, уложил обратно в душистое и сухое тепло их общей постели и прижал покрепче. Она на некоторое время будто еще порывалась мечаться исполнять любое его желание, а потом притихло. На елке вздрогнул и тоненько прозвенел колокольчик. «Ангел пролетел», сказала она. Он лежал и думал, «Неужели мне так повезло? И неужели все это на самом деле так просто?» Она лежала и думала, «Как мне повезло! Господи, спасибо тебе! Кажется, вправду повезло!» Пес лежал и думал, «Вот повезло-то, а еще и ужинать будем!» Ангел летал и думал, «А мне так как повезло! Работа была не сложной!» Дорогие друзья, вы прослушали фонограмму, созданную издательским домом «Союз» и издательством покидышев и сыновья. Копирование, воспроизведение, переработка и иное использование данной фонограммы или любой ее части без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все права защищены». Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова